Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня в нашей студии Владимир Владимирович Новиков, доцент кафедры психиатрии и психотерапии Рязанского государственного медицинского университета. Здравствуйте! Владимир Владимирович специализируется на вопросах внушения, внушаемости. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Здравствуйте! И информационным поводом для нашей встречи послужило громкое дело, нашумевшее в последнее время. В Рязани состоялся суд над жителем Средней Азии, который в социальных сетях разместил пост, в котором он публично оправдывает терроризм. Вот подобные посты, неужели они настолько опасны в социальных сетях? На кого они могут повлиять? Почему дело получило такой оборот, что его даже к уголовной ответственности привлекли, этого гражданина? Ну, на самом деле, эти посты опасны. Не только подобные тем, которые он разместил, но и исходные. Не зря же в свое время, в общем-то, сказали, что, допустим, когда совершается террористический акт, нельзя освещать это событие, потому что оно направлено, сам факт террористического акта, на то, чтобы он был как можно более громким. Так и здесь. Расчет идет на, прежде всего, массу людей, на массовость того, что этот пост будет распространен. Во-вторых, идет расчет на то, что люди, которые не имеют, допустим, определенного религиозного образования, определенного опыта какого-то там общения, они слушают, смотрят, читают. Там приводятся, ну, скажем так, не совсем логические вещи, которые были бы, допустим, для знатока Корана. А приводятся просто факты, которые выдернуты и довольно умело склеены. И у человека создается впечатление то, что это правда, то, что это так и есть, то, что так и было написано, так и было завещено. Ну, соответственно, он начинает делать. И этот человек, по сути дела, размещая пост, превращается в своеобразный винтик. У него есть свои друзья, свой круг общения, которые читают, заражаются этой идеей. И, соответственно, она идет дальше и дальше и дальше в массы. Недаром, собственно говоря, запрещенная организация ИГИЛ, она набирает достаточное количество сторонников. А еще и выборочное воздействие. Воздействие, во-первых, на незнающих, на неграмотных людей. Либо на грамотных, но вот такой кривой логикой. Ну, а что касается неграмотных, это просто обещания. Очень яркие, хорошие обещания, что все будет после смерти. Потому что нужно делать так. И они идут на это. Идут с удовольствием для того, чтобы, в общем-то, показать себя. Но идут и грамотные. И не даром, если припомнить нашумевшее дело с Варварой Карауловой, которая также была завербована через интернет. При этом достаточно грамотная девушка обучалась в престижном музее. Да, да, да. И на факультете престижном. Но опять же, да. И между тем попало под влияние. Вот здесь встает вопрос, какие категории населения чаще всего попадают под такое влияние. И на кого направлены действия подобных представителей, приверженцев, скажем так. Я уже говорил, действия адресные достаточно. Поэтому начну немножко издалека. Есть так называемые тюремные джимааты. Это когда люди сидят в заключении. Они не были приверженцами тем более радикального ислама. Но там появляется заключенный, который умеет и, скажем так, обладает некими навыками, ораторскими в том числе. Он начинает с ними заговаривать. У них не хватает точек опоры. Они находятся как бы выдернуты из мира. И они берут его точки опоры. Теперь мы возьмем ту же самую Варвару Караулову или подобных людей. Там же тоже идет ориентация на ее точки опоры, которые у нее выбиты. Допустим, в случае с ней, если мне не изменяет память, разговор шел о том, что нравственность в достаточной мере отсутствует среди населения. А учитывая ее особенности, она же с этим соглашалась. То есть человек начинает внутри себя соглашаться с доводами. И причем сначала эти доводы, они и кажутся разумными, они и есть разумные. Затем он уже верит и соглашается, не проверяя. То есть критичность мышления падает, он соглашается. Принимает как истину. Да, причем как истину в последней инстанции. Особенно если это ссылка на священные книги Ники. Такой вопрос касательно личности. Допустим, в нашем случае, человека, который попал в центр внимания всех средств массовой информации, разместив пост у себя на стене, оправдывающий терроризм. Как выяснилось, человек образованный, знает несколько языков. И при этом, несмотря на видимую адекватность, как объяснить агрессивное поведение, агрессивный настрой этого человека? То, о чем мы говорили с вами, да, специфика адресной работы, но я бы не назвал это агрессией, я бы назвал это, скажем, ну, агрессией информационной. Информационной, да. То есть он убедился для себя в том, что все так и есть, как я уже говорил, да, без критики воспринял эту идею. А раз он ее воспринял, увидел, у него возникает совершенно естественное желание делиться этой идеей. Мало того, это желание ему могут подсказать, что ты же видишь, сколько вокруг людей тебя, твоих земляков еще кого-то, которые пребывают в неведении относительно того, как надо жить, как надо жить правильно. А ты покажи, что на самом деле мы боремся за истину, мы идем вместе. И он начинает показывать, показывать активно. Причем, чем активнее он показывает, я полагаю, тем со стороны он больше получает похвалы. Похвалы. И внутри себя он чувствует себя значимым человеком. Ему дают понять, что он значимый человек. У него формируется мнение, что он действует во благо идеи. Безусловно, безусловно. Мы, если возьмем любых представителей деструктивных сект, там начинается все с того, что адепта, новый избранный, бомбардирует любовью. Ему показывают его нужность, его важность о том, что с ним. А потом ему показывают альтернативу и деление мира на черный и белый, наши, и враги. И ему говорят, а ты вот, братьев поверь, ты, допустим, обрати себе. Ты этим заслужишь уважения, продвинешься по социальной лестнице в нашей организации. Он начинает действовать. В современном мире очень многие процессы уходят корнями глубоко в интернет и ведут свое начало. В частности, такое понятие, как вербовка, может проходить через социальные сети. Известны механизмы определенные, алгоритмы. Да, эти механизмы известны, безусловно. Если не касаться конкретики, а говорить о каких-то общих вещах, то в любой вербовке это заинтересованность. Либо финансовая, либо идеологическая, либо личностная какая-то. Соответственно, интернет – это целая среда. Это целый мир, в котором молодые люди проводят очень много времени. Порой для них эта среда заменяет мир внешний. И если им дать эту возможность, эти мотивации, что будут удовлетворены, то с ними гораздо легче работать. Плюс небезызвестный эффект, такой толпы, социальный эффект, который еще в 70-х годах прошлого века советские ученые показывали. Если много народу говорит «да», то ты волей-неволей тоже склоняешься к тому, чтобы сказать «да», даже если думаешь «нет». При этом Всемирная Паутина является таким полем для свободных высказываний. Есть ли какие-то способы защиты себя, своих близких, для родителей, может быть, советы? Думаю, что есть. Думаю, что есть. Если касательно родителей и детей, то принципиально, например, наши родители знали, какие опасности таит в себе улица. И знали, как нас от этого предостеречь. А настоящее поколение о интернете и его опасностях знает гораздо меньше. И, соответственно, не знает порой, как предостеречь. Тем более, если ребенок или подросток паролит все страницы, и исключительно туда запрещено есть, потому что это личное пространство. Для родителей здесь рецепт один – внимание к своим детям. Внимание к детям, внимание к их поведению, обращение внимания на то, что поведение вдруг резко меняется каким-то образом. Ну и, наверное, доверительные отношения, которые по-настоящему доверительные. Плюс до детей необходимо донести, что виртуальная жизнь, она реальную не заменяет. Спасибо вам за увлекательную, думаю, очень полезную беседу. Доцент кафедры психиатрии и психотерапии Рязанского государственного медицинского университета Владимир Владимирович Новиков у нас в гостях сегодня. Мы обращаемся с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»